И снова здравствуйте! В эфире ЛРТ специальный выпуск. Мы продолжаем следить за ходом президентских выборов в Люберцах. Напомню, сегодня гражданам страны предстоит выбрать из восьми кандидатов главу государства на шестилетний срок. И одним из первых в свой избирательный участок пришел глава округа Владимир Ружицкий. Наш корреспондент Даниил Михайлов знает подробности. Сегодня 18 марта. Большое политическое событие в масштабах всей страны. Выборы, от которых зависит наше будущее. Мы находимся на Большом Кореневском шоссе, дом 1 в Малаховке, где находится избирательный участок номер 1550. Выполнить свой гражданский долг сюда приехал одним из первых глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Мы сегодня избираем президента. Люди понимают всю ответственность. От этого здесь перспектива как страны, так и каждого в отдельности. На избирательный участок сегодня приходят как молодежь, так и представители старшего поколения. Для тех, кто голосует впервые, приготовлено много сюрпризов. Для тех, кто впервые голосует, для 18-летних, приготовлены вот такие сувенирчики. Это стаканчик, это зарядное устройство. Очень приятно будет молодым людям. Глава государства будет избран путем тайного голосования на шестилетний срок. Данил Михайлов, Никита Скраган, телеканал РРТ. Ну а мы продолжаем. Напомню, всего в округе сегодня работают 165 избирательных участков. Голосование сейчас идет полным ходом. Наша корреспондентка Луизия Геозарян побывала на избирательном участке в школе номер 10. Давайте посмотрим. Мы находимся в микрорайоне поселок Калинина. Ровно в 8.00 в 10-й школе стартовали выборы президента Российской Федерации. Здесь расположились 7 избирательных участков. Сразу после их открытия стали приходить первые избиратели. Давайте послушаем их. В мире неспокойно, поэтому я пришла на выборы. Это, я так считаю, самое главное – проявить свою гражданскую позицию и сделать свой выбор. Тем более, что это выбор президента России. Впервые на территории России в качестве наблюдателей на выборах выступают непартийные и незаинтересованные лица. Они обеспечивают прозрачность и легитимность процедуры голосования. У нас присутствует 5 наблюдателей от разных политических сил, соответственно, которые следят за порядком, в том числе, зале. Участковая комиссия сегодня для голосования работает до 8 часов. Далее мы приступим к подсчету голосов. На базе школы номер 10 города Люберцы могут проголосовать более 9700 человек. Процедура голосования проходит очень хорошо, потому что народ идет выбирать президента. Активно очень идет. Надеемся, что и дальше так же будет продолжаться. У нас уже 5 человек проголосовать пришли, которые первый раз голосуют. Поэтому идет разный возраст. Большинство все-таки людей идет взрослых. Наблюдатели у нас есть. Они смотрят, как идут люди. Они также отмечают, сколько человек пришло. И наблюдают за нашей работой. Также смотрят, чтобы не было нарушений каких-то. Среди тех, кто пришел отдать свой голос за достойного кандидата на пост главы государства, депутат Московской областной думы Игорь Каханной. Надо показать всем, что мы действительно люди небезразличные, что мы любим свою страну, что мы заботимся о том, как она будет жить, с какой стратегией будет развиваться в ближайшие 6 лет. Все-таки президент сегодня на 6 лет выбирается. Поэтому призываю всех, приходите на избирательные участки и своим конституционным правом воспользуйтесь избирать. Напомню, всего в городском округе Люберцы сегодня открыто 165 избирательных участков. Процедура голосования в них завершается ровно в 20.00. Луиза Егязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ну что ж, а мы снова возвращаемся в территориальную избирательную комиссию Люберец. Прямо сейчас там находится наша корреспондентка Мария Лапачева. Мария, вам слово, что у вас нового? Да, Наталья, и снова здравствуйте. Ну, мы уже готовы поделиться предварительными данными по явке избирателей. Рядом со мной находится Борис Борисович Новиков. Борис Борисович, расскажите, пожалуйста, вот на сейчас какие... Еще раз добрый день. Люберчане продолжают принимать активное участие в выборах президента Российской Федерации. И на 12 часов дня, на полдень, явка избирателей составила 20,19%. То есть у нас проголосовало в городском округе Люберцы около 47 тысяч человек. У нас все, наверное, как сказать, проснулись, с хорошим настроением вышли на избирательные участки, чтобы сделать главный выбор, главный выбор в городском округе Люберцы и главный выбор для нашей страны, выборы президента Российской Федерации. И, пользуясь выходом прямой эфир, хочу еще раз пригласить наших уважаемых люберчан прийти на избирательные участки с 8 утра, они открыты, до 20.00 вечера, и сделать свой выбор. Погода к этому располагает, настроение должно быть хорошее, выходной день, поэтому приходим и голосуем. Спасибо большое, Борис Борисович. Наталья? Спасибо, Мария. Но я хочу напомнить, что сегодня, в единый день голосования, корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков, а также мы ведем прямые включения из территориальной избирательной комиссии Люберец. Лидия за эфиром и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова